Выживание? Открытый мир? Ранний доступ? Все эти слова уже заставляют содрогнуться любого уважающего себя и в свое время геймера. Обилие мусора на движке Unity, которое выливается в Steam, уже превышает все грани дозволенного. Сегодняшний проект, который мы будем рассматривать, относится к злополучному жанру survival MMO, но имеет ряд особенностей и свою изюминку. Что может, наконец, изменить наше мнение о качестве проектов такого рода? Ark Survival Evolved разрабатывает малоизвестная инди-студия Wildcard. Новость о релизе свалилась как снег на голову, потому что еще совсем недавно о игре не было известно вообще ничего. Сам выход игры в ранний доступ намечен уже на июнь этого года, а именно 2 июня 2015 года. На самом деле, проект интересен уже тем, что имеет достаточно симпатичную картинку, текстуры высокого качества, хорошую анимацию живого мира и большую дальность прорисовки. Скажем прямо, это редкость для инди-проекта, нацеленного на выживание в открытом мире. Из аналогов можно лишь добавить такую игрушку под названием Dead Sea. Всему эту обилию плюсов способствует добротный и проверенный дружок Unreal Engine. Дает надежду на успешность проекта так же, что он выпускается не только на PC, но и на консолях нового поколения, таких как PlayStation 4 и Xbox One. Хотелось бы верить, что это говорит о серьезности намерения разработчиков сделать качественный и доработанный проект. Теперь стоит поговорить о том, что вообще предоставляет из себя мир игры и его экосистема. Вся территория представляет собой джунгли, в которых есть горные территории, огромные пещеры и вообще общий стиль похож на фильм Питера Джексона «Кинг-Конг». Фэнтезийный мир, населенный динозаврами, около 60 видов, а также различными мифическими существами. Мифических существ можно будет призывать. Что бы это могло значить и как это будет работать, мы сможем узнать, наверное, лишь только после релиза. Для того, чтобы выживать, нам, как и всегда, необходимо строить укрепления, добывать себе еду, охотой и собирательством, а также крафтить различные полезные вещи из подручных средств. В игре предоставлены различные виды оружия, как стрелковое, так и холодное. Холодное оружие, топоры, ножи и так далее. Мы будем делать из собранных ресурсов, а вот где можно будет раздобыть стрелковое оружие, не сообщается, но надеемся, что оно будет доступно бесплатно, а не за донат. Также мы можем не только убивать динозавров, но и сделать их средством передвижения. Особенностью является то, что оседлать можно не только наземную рептилию, но и какого-нибудь птеродактиля, отправившись изучать мир с воздуха. Возможно, динозавров можно будет использовать в бою для того, чтобы рушить постройки других игроков. Ведь верхом на диплодакте это будет сделать весьма просто. Сервера будут выдерживать до 100 пользователей одновременно, что не может радовать. Большое количество игроков порождает клановую систему, которая также будет реализована. Бои между кланами с использованием динозавров звучат довольно заманчиво. Кстати, убийство игроков в Ark Survival и Wolf имеет некий смысл, ведь трупы можно будет обобрать, а также собрать с них кровь, которая, возможно, будет использоваться для крафта. В общем и в целом, проект выглядит довольно обнадеживающим. Приписка. Ранний доступ пугает, но остается надежда, что игру не забросит сразу после релиза. В трейлере, который нам сейчас показывают, можно увидеть рабочую игру, которая может приносить достаточное количество удовольствия из совместной игры. Будем ждать, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok